МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О донорстве в современном мире мы говорим как об естественном процессе, но не все задумываемся, что были времена, когда о данной процедуре не было известно совсем. Окунемся немного в историю и узнаем, сколько веков понадобилось, чтобы донорство стало естественным, безопасным процессом. В древности люди верили в чудодейственные свойства крови и пытались с ее помощью лечить болезни. В 17 век английский ученый открыл закон кровообращения человека, тем самым создав возможность для разработки метода переливания крови. Чуть позже французский ученый произвел первое опытное переливание крови рабочему бедного квартала Парижа, который после этого почувствовал себя отлично и предложил свою собственную кровь для переливания. Фактически этот рабочий из Парижа стал первым сознательным донором в истории человечества. Однако не все переливания были удачными, поэтому в дальнейшем переливание крови во Франции запретили. В 18 век американский врач проводит первое переливание крови от человека к человеку. В 19 век британский акушер также проводит удачное переливание человеческой крови пациентки с послеродовым кровотечением, используя в качестве донора мужа пациентки. В этот момент появляются первые удобные инструменты для взятия и переливания крови. Также в 19 веке в 1832 году впервые состоялось переливание крови в России. В 20 веке открыты четыре группы крови. Вводится понятие универсальный донор и универсальный реципиент. В 1915 году впервые производится непрямое переливание крови. В годы Первой мировой войны появляется первая мобильная станция переливания крови. В 40-е годы 20 века Советский Союз уже располагал мощной сетью учреждений службы крови. Далее донорство рассматривают как институт советского общества. В конце 90-х количество доноров резко сокращается. И уже в наши дни стартует масштабная программа развития службы крови, целью которой является модернизация службы крови и привлечение новых активных регулярных безвозмездных доноров. Центр крови в Крыму находится в Симферополе. Здесь происходит заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. В центре доноров встречают, обследуют, отправляют на забор крови. Затем разделяют ее на компоненты и обеспечивают правильное хранение в специальных условиях. При необходимости осуществляют транспортировку крови в медицинские учреждения. Если это аппаратные тромбоциты, то мы храним где-то порядка до пяти суток. Определенный температурный режим существует хранение. Они должны находиться в термошейкере, для того, чтобы не происходила агрегация клеток. Для этого мы в течение пяти дней естественное использование. Иногда мы заготавливаем, они могут оказаться невостребованными. Тогда возникают какие-то ситуации, когда необходимо в какое-то другое лечебное учреждение те же тромбоциты той же группы крови. Мы предлагаем в другие районы для того, чтобы она была востребована и использована, чтобы затраты наши не ушли зря. Но вместе с ним чаще всего возникают ситуации, что у нас не хватает доноров, когда нам необходимы именно тромбоциты. И на сегодняшний день, если в Украине мы оплачивали, это были копейки, естественно. Но существовала какая-то определенная категория лиц, которые к нам приходили, и мы от них заготавливали тромбоциты. Задача службы – обеспечивать медицинские учреждения компонентами крови. Именно для этого в центре ведется постоянная работа с донорами. В Крыму достаточно большое количество лиц, желающих стать донорами. Донорами может быть любой человек, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний. То есть он не состоящий на диспансерном учете, какие-то еще дополнительно не являются носителем инфекционных заболеваний. Только такая категория лиц имеет право быть донорами. На сегодняшний день лечебные учреждения Крыма не испытывают острой потребности в компонентах и препаратах крови. Однако на первую ступень выходит получение тромбоцитов. Тромбоконцентрат – это на сегодняшний день одна из болевых точек службы крови. Она как бы зердется на том, что лица, которые нуждаются в переливании тромбоцитов – это тяжелобольные дети. В основном онкогематологические больные нашей Республиканской клинической детской больницы и онкодиспансер, гематологическое отделение онкологического диспансера республиканского нашего. Эти лица нуждаются, то есть если мы при заготовке крови определяем какой-то необходимый объем в компонентах, то есть это с учетом определенного количества используемых трансфузионных сред в определенных лечебных учреждениях, ну как бы не было все равно среднестатистические данные существуют. И мы можем анализировать, какой объем крови необходимо заготовить в одном или другом лечебном учреждении для того, чтобы обеспечить необходимых объемов. К сожалению, доноров не бывает в избытке или даже в достаточном количестве. Спасают ситуацию волонтеры и сами сотрудники отделения, многие из которых уже давно стали почетными донорами. Учитывая такую ситуацию, в России как бы предусмотрено волонтерское движение. Широко практикуется волонтерское движение. Волонтерское движение у нас есть на сегодняшний день только лишь в Республиканской детской больнице. Подход к донорам тромбоцита фереза в принципе такой же, как и вообще к донорству. Единственное только лишь еще критерий – необходимое количество клеток тромбоцитов. То есть если ниже допустимых норм, то естественно мы не берем в донорство такого человека, для того, чтобы, во-первых, не усугубить его состояние, и потом, извлекая какой-то необходимый объем тромбоцитов, а сейчас у нас аппаратная методика получения концентрата тромбоцитов, то есть мы за одну процедуру тромбоцита фереза можем получить где-то порядка 4, 2, 6 доз клеток терапевтических от одного донора. И на сегодняшний день мы практикуем это, внедряем это у себя достаточно широко, в связи с тем, что, во-первых, мы берем от одного донора и одному больному, обеспечиваем полностью потребность. Таким образом мы исключаем какие-то иммунные конфликты, когда мы используем от нескольких доноров одному больному, и таким образом, выходя из этой ситуации, вот мы способствуем тому, чтобы у нас было качественное обеспечение больных. Крымский республиканский центр службы крови остро нуждается в постоянных донорах тромбоцитов. Сейчас в базе данных центра всего 10 человек, а для лечебных учреждений полуострова их нужно больше двух тысяч. Нам нужно расширить базу доноров тромбоцитов для того, чтобы мы владели, что у нас на сегодняшний день, например, есть координаты человек 10-15, первой группы, второй, то есть по группам, и для того, чтобы мы могли в любую минуту, обратившись к этим лицам, получить положительный ответ, и они могли к нам прийти, оттестироваться, мы могли у них заготовить необходимое количество тромбоцитов, а у нас мы, заключая договора с лечебными учреждениями, оговариваем количество трансфузионных сред, которые они предполагают взять от нас для обеспечения своего лечебного учреждения. Так вот, детская республиканская больница нам заказала 2400 тромбоцитов, доз. На сегодняшний день, естественно, 2400 доз необходимо будет заготовить у этого количества доноров, но этих доноров нужно иметь. И иметь, что это должны быть лица очень ответственные, потому что они должны знать, что в любую минуту им могут позвонить, и они должны откликнуться на беду того, кто нуждается в их помощи. Тромбоциты, которые отвечают за свертываемость крови, крайне необходимы для онкологических больных. И именно в них так часто нуждаются маленькие пациенты детской республиканской больницы в отделении онкогематологии. Наше отделение – это единственное в Крыму, где получают дети со злокачественными заболеваниями, как и крови, так и солидные опухоли. За прошлый год заболело таких детей в Крыму, впервые заболело 55 человек. Они на базе нашего отделения получают химиотерапию, и, естественно, во время проведения этого лечения у детей часто снижается уровень тромбоцитов, которые необходимо возмещать. Вот мы со станции получаем этот тромбоконцентрат, который спасает наших детей. Вот за прошлый год у нас получило в общей сложности 144 детей, 144 ребенка. Это тромбоконцентрат. В количестве мы посчитали свыше 110 литров. То есть на литр тромбоконцентрата примерно где-то 3 донора на 1. В общем, в год нам необходимо 300-350 доноров для того, чтобы обеспечить наше отделение. Вот в прошлом году мы провели 800 вливаний только тромбоконцентрата детям. Но есть маленькие дети, есть большие. Разные дозы идут, но, в принципе, вот такая статистика. Очень много. Без этого препарата мы бы не смогли работать вообще. Создание базы данных доноров тромбоцитов решит проблему, уверен врач. И в этом, конечно, должны помочь небезразличные к проблеме люди. Это, в общем-то, мировая практика. Создается база доноров. И в любое время, ведь нас, так сказать, кровотечения не спрашивают, когда это. Чаще это, конечно, выходные, чаще это ночь или праздники. Поэтому надо так, чтобы человек был готов в любое время сдать тромбоконцентрат, чтобы его можно было найти, вызвать. Тем более эти доноры обследуются. Уже известна группа, резус и все прочее. Поэтому, естественно, если будет база таких людей, то будет легче работать. И я думаю, что меньше будет неожиданностей. Чем меньше переливаний получит ребенок, и меньше людей в этом будет участвовать, тем лучше для ребенка. Потому что, если ребенок в дальнейшем будет готовиться на пересадку костного мозга, то количество, если будет ареал доноров очень велик, то это не к лучшему. То есть необходимо, чтобы было ограниченное количество доноров. В этом году для маленьких пациентов отделение заказано 2400 тромбоцитов. Чтобы их сдать, нужны не меньше 300 доноров. Сейчас мы будем на каждого, если отдельный донор, то независимо от возраста, будет получать, маленький ребенок будет получать вот 2 или 3 дозы. В смысле, будет приходить, мы будем переливать меньше. Мы не имеем возможности дробить эти дозы. Поэтому дети будут получать лечение в зависимости от того, сколько придет. Ну, наша станция переливания, конечно, безотказно работает. Мы обеспечиваем выходные, мы обеспечиваем праздники. И таких, что бывают экстренные случаи, когда приходится собирать бригады. Поэтому мы станции очень благодарны. Она всегда была на хорошем счету в условиях Украины. Я думаю, в России это будет тоже не самое плохое государственное учреждение. Этот молодой человек уже давно получил звание почетного донора. Всегда с радостью готов помочь, поделиться своей кровью, если нужно. Особенно, если речь идет о детях. Один раз как-то сдал кровь, и потом все время начал сдавать кровь. Кровь только. А вот тромбоциты сейчас первый раз даю. Это для детей, для детей не жалко. Процесс тромбофереза занимает 1-2 часа. Безболезненно и безопасно. Все происходит по современным технологиям на новейшем оборудовании. Автоматический тромбоцитаферез или цитоферез. Донор усаживается в кресло удобно. И начинается процесс. Процесс полностью автоматизирован. Состоит из нескольких циклов. Аппарат забирает небольшую дозу крови у донора в районе 200 мл. Перерабатывает ее, обрабатывает. Вот там вот внутри у него, отсюда здесь не видно, монтирована центрифуга. Там очень большие обороты. Там происходит разделение на фракции крови. И мы вот видим уже вот в мешке плазма, вот справа тромбоциты. Эритроциты донору вливаются после этого, и плазма часть вливается, возвращается обратно. А тромбоциты отфильтровываются вот в тот мешочек. И вот так происходит несколько циклов. Количество циклов, в принципе, зависит от исходного уровня тромбоцитов у донора у самого. От каких-то других показателей его, вязкость крови, ну, много показателей. Аппарат сам это решает, сколько он проведет циклов. Он анализирует кровь донора после первого цикла и решает, сколько ему проведет циклов. В среднем это получается 6-8 циклов. Ну, час с небольшим, может быть, до полутора часов. Пока он не наберет то количество, которое мы ему задали. 4 на 10 в 11 степени клеток в данном случае. Все. Как только он закончил, он набрал эту дону, он прекращает, он вливает остатки, возвращает донору эритроциты в плазму, и на этом процедура заканчивается. Чаще всего в креслах находятся родственники или знакомые человека, которому необходима кровь или ее компоненты. Но есть и просто небезразличные люди, которые регулярно приходят на процедуры и носят с гордостью звание почетный донор. Если в Украине почетный донор имел льготы только лишь по достижении пенсионного возраста, то по российскому законодательству, как только он имеет 40 безвозмездных кроводач или 60 безвозмездных плазмодач, он имеет право получить звание почетного донора и пользоваться льготами почетного донора Российской Федерации. Но одна из самых значимых привилегий – это единовременное пособие на оздоровление, можно сказать, или материальное поощрение. Это в размере 12 380 рублей. Это ежегодно. У нас в Крыму где-то свыше 8 тысяч почетных доноров. Стать донором совсем несложно. Постараемся пошагово расписать действия человека, который решился на добрую миссию. Необходимо прийти в Центр крови по адресу улица Киевская, 37-2. Подойти в регистратуру, заполнить анкету. Затем пройти медицинское обследование, сдать анализ крови из пальца. После встретиться и пообщаться с врачом. Следующий шаг. Донор отправляется в буфет, где ему предлагают подкрепиться перед процедурой. Далее следует процедура сдачи крови или ее компонентов. Затем вам выдадут справку, которая дает право на некоторые льготы и привилегии. И еще один момент, на котором хочется остановиться. Существуют мифы по поводу донорства, которые мы постараемся развеять. Запомните, во время сдачи крови заразиться различными болезнями нельзя. Донорство – это не больно. Процедура недолгая и проводится в удобное время. Помните, кровь нужна различная, не только редкой группы и резуса. Донорство не вредит организму, а наоборот является оздоравливающим фактором. Помните, любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый третий в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И сегодня вы можете стать донором и помочь. Если можете, помогайте. Если хотите, становитесь донором. Если желаете, спасайте людей. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю в воскресенье в 20.50 на телеканале ИТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»